Термоодежда, шапка, перчатки. Погода еще минусовая, однако для Артема Карпенко это дело привычное. И зимой и летом он на поле с мячом, играет на вратарской позиции. Признается, других вариантов у него не было. Это было 8 лет назад. У меня брат играл за крылья советов тоже вратарем. И он меня тренировал еще до того, как я пришел в спортивную школу. Мы с ним играли дома в футбол, во дворе в футбол. И он меня на вороты ставил, говорил, чтобы я тоже стал вратарем. Хорошо, был здорово. Прыжки, ловля мяча, игра ногами с выходом на поле, тактическая игра, выбор позиций на воротах. В тренировке вратарей свои особенности, техника и психологический фактор. Он не должен бояться мяча. В основном все дети, да и люди в принципе уворачиваются, когда в них летит какой-то предмет или мяч. У вратаря же другая психология. Вратарь должен, наоборот, поставлять свое тело под мяч. Не только сложные удары, а еще груз ответственности, который ложится на плечи вратаря. Любая ошибка игроков на поле может превратиться в результативную. Голкипер Дмитрий Морарь это усвоил на отлично. Ты команду все подбадриваешь и самому как-то становится намного лучше. И команда становится сильнее. И я сам, когда вот в воротах, и становится намного легче. Поначалу бывает, потом нормально с игрой все приходит. Тренировка вратарей 3-4 раза в неделю проходит отдельно от всей команды. Эффективность и результат зависят от правильного распределения нагрузки. Но и тут, по мнению тренера, нужно соблюдать баланс. Я их постепенно нагружаю. То есть подготовка к сезону идет таким образом, что я развиваю их физические качества. Да, в основном это сила и выносливость, и быстрота, и ловкость. Подготовка вратарей спортивной школы Одинцова идет согласно плану. Впереди турнирный сезон, а значит, у ребят есть все возможности привезти в Одинцова новые трофеи.